Всем привет! С вами канал Всю Китай и сегодня я хочу рассказать вам про очень крутую, а главное недорогую вещицу, которая обладает просто невероятным функционалом. С помощью вот такого девайса маленького, который находится в этой посылке, можно сделать любой телевизор, ну фактически любой, сделать его беспроводным. То есть беспроводным экраном для вашего телефона, для вашего компьютера, для вашего ноутбука и прочей техники, которая имеет Wi-Fi. Этот девайс у нас от бренда Anikast, модель M2+, и стоимость до 10 баксов. Ну а это, в общем-то, весь девайс, то есть у такого же размера, такой же маленький, но при этом дает нормальный функционал. Так, как здесь открыть? А, здесь у нас на липучке все красиво упаковано, есть инструкция, ну то есть примерно как это вообще работает. Ну и само устройство уже виднеется в этой коробке. Здесь помимо самого девайса есть также шнур, который необходим для работы, я сейчас покажу и расскажу, как этим пользоваться. Ну и, собственно, сам этот девайс, название которому лично я не знаю. В комплекте также есть еще и инструкция, инструкция очень грамотная, вся в картинках, цветная. Здесь как бы нет русского языка, здесь только английский и на обратной стороне китайский. Но, тем не менее, здесь по картинкам можно разобраться, что к чему, то есть даже без знания языка. Также указан видео-гайд, их, я так понимаю, YouTube-канал, где можно посмотреть, как это все работает. Можно скачать инструкцию с официального сайта, ну и в случае проблем указана почта, куда обратиться. То есть есть нормальная такая поддержка, скажем так, за, повторяю, небольшие деньги. Это достаточно круто. Ну и немного поближе давайте взглянем на сам девайс. Он немного больше флешки, то есть размеры реально миниатюрные. Указано то, что это Anikast. Это, я так понимаю, их логотип и, в общем-то, все. Вот так вот все это выглядит. С этой стороны у нас находится HDMI, но не стоит зацикливаться на том, что здесь HDMI. Если у вас VGA-монитор или, может быть, старый телевизор, это тоже все можно сделать. Я немного дальше покажу, как. Ну а с этой стороны у нас есть гнездо microUSB, куда необходимо подключить вот этот вот провод, который есть в комплекте. Здесь также расположена индикация. Здесь внутри нет Wi-Fi. Wi-Fi находится вот в этом датчике, который находится, собственно, на этом шнуре. То есть подключаем сюда вот этот вот кабель по microUSB. И у нас здесь выходит Wi-Fi адаптер, собственно, к которому мы будем подключаться, чтобы передать изображение. Ну а также есть USB-порт, USB-штекер, который необходимо подключить, собственно, в USB. То есть если вы решили подключиться к телевизору, вы подключаете в HDMI. То есть это обязательно, чтобы у вас отсюда шла картинка по HDMI на ваш телевизор. Подключаете эту штуку в HDMI, и если есть разъем под флешку, ну для того, чтобы смотреть фильмы, допустим, ну в общем-то любой разъем USB, в него подключаем, и питания будет достаточно. То есть это именно доп. питание. Если у вас USB разъема нету, соответственно, то можно подключить к обычной телефонной зарядке и также использовать. То есть это тоже все можно. Доп. питание обязательно, без доп. питания работать не будет. Длина обоих кабелей где-то сантиметров 40, я так думаю. То есть что Wi-Fi у нас сантиметров 40, можно его отнести от этого переходника, то есть вывести над телевизором или под телевизором. В общем-то, чтобы более открытая территория была, и чтобы ему проще было ловить сигнал. Ну и USB кабель примерно такой же длины, точнее они одинаковые, то есть тоже где-то сантиметров 40, для того, чтобы можно было подключить к розетке. Ну, соответственно, к блоку телефонной зарядки, а не подключать в телевизор, опять же, если этого разъема нету. Переходим к подключению, и вот здесь, как видно, у меня в правой руке находится кабель VGA. То есть я хочу подключить именно к VGA-монитору. Одна проблема из переходников, которые есть у меня дома, это вот есть только такой переходник. То есть вот здесь VGA, все как положено, и выход на HDMI. Но HDMI здесь папа, по факту нужен мама. То есть я соединить между собой вот это вот никак не могу. У меня получается и там, и там одинаковый штекер, и, собственно, никак это коннекция не будет. Но есть такие же переходники, один из них идет мне уже, я заказал, где, собственно, вот тут вот находится мама. Я оставлю ссылочку, кому интересно, ну и, соответственно, когда это придет, я обязательно проверю, чтобы это все работало, и после этого напишу в комментариях под этим видео, работает или не работает. Такие же переходники есть и из тюльпанов, такие же переходники есть из DVI, и получается то, что с любого монитора, либо старого даже телевизора, можно сделать беспроводной монитор. Как же сейчас я это продемонстрирую, если у меня вот такая проблема? Я буду делать это через карту захвата, чтобы вам показать более качественную картинку. Соответственно, вот это у нас выход на монитор, подключаю выход, а вот это у нас вход, подключаю вот сюда. Ну а питание я подам с Powerbank, дабы далеко не тянуть просто-напросто этот кабель. Включаем, и у нас вот этот переходник должен засветиться. После подачи питания на этот девайс, у нас он светится, а на экране вы сейчас видите изображение, которое, собственно, видно, когда вы его подключаете. Ну, в общем-то, в телек можно вставить и забыть, пускай всегда будет подключен. Кнопка, которая находится на обратной стороне, она переключает режимы. Вот есть AirPlay моды для различных устройств. Если я нажимаю кнопку, то у нас переключается на MiraCast моды. Ну и, в общем-то, если еще раз нажму, то переключится просто-напросто обратно, и все. То есть вот и переключился. Я хочу в первую очередь подключиться к Android-девайсу, ну а потом будем пробовать на винду. То есть меня интересует вот этот режим, на нем, в общем-то, и остановимся. И, как видно, здесь указано и ID, и указан пин-код для этого устройства. Переходим к подключению телефона. В правой части экрана вы видите, как это делаю я на своем телефоне от Xiaomi. Первоначально необходимо найти Wi-Fi точку доступа с названием, соответствующим указанному ID на экране, и подключиться к ней, указав пин-код. Это делается только первый раз. После этого необходимо найти в настройках своего телефона включение беспроводного дисплея. У меня он включается в шторке нажатием на кнопку «Трансляция». Выбираем беспроводной дисплей и нажимаем «Подключиться». Вуаля, теперь экран вашего телефона дублируется на телевизор. Изображение на экране выводится так же, как и отображается на телефоне. То есть, если телефон держать вертикально, то и картинка на экране будет вертикальная. Если же телефон наклонить, конечно же, при включенном повороте экрана изображения, и на беспроводном экране повернется горизонтально. Что с этим делать дальше, решать только вам. Играть в игры, показывать фотки, смотреть видосы или что-то еще, не важно. Все полностью будет дублироваться. Также, на что стоит обратить внимание, передается не только картинка, но и звук. И это огромный плюс, как по мне. Что же касаемо нюансов. При отображении есть задержка. Она небольшая, но она здесь есть. Также существует проблема при быстрой смене кадров. То есть, если играть в какие-либо динамичные игры. В то время, когда на телефоне все идет гладко, на телевизоре изображение может местами подфриживать. От того, что не успевает обработать кадры. Звук в такие моменты тоже начинает заикаться. И вот это уже максимально неприятно. Видосы более-менее смотрибельны. Хоть и тоже бывают потери кадров и фрезы при просмотре. Для чего же тогда подойдет эта штуковина? Вполне можно играть в более казуальные игры, подключив мышку и управляя, например, ей. Читать формы, переписываться, показывать фотки из отпуска родственникам и прочее. Со всеми подобными задачами этот переходник справится на ура. Также можно слушать музыку с телефона через динамики телевизора. Подключаемся, включаем любимый трек и блокируем экран, чтобы не забивать поток передачи лишнего изображения. И в таком виде музыка у меня играла несколько часов и ничего не заикалось и не лагало. При этом на экране телевизора отображается простенькая заставка с отображением даты и времени. Ну и все вот эти вот небольшие косяки, возможно, в угоду самого дешевого вот этого устройства. То есть, если взять такую же штуку, но подороже, возможно, таких проблем не будет. Не будет задержки, не будет лагов и прочего. У меня же это самый дешевый вариант, я просто решил попробовать и вот он результат. Переходим к подключению с ПК и здесь, как по мне, все гораздо проще, чем даже сделать с телефона. Для того, чтобы продемонстрировать второй экран, то есть сейчас это основной экран, который подключен проводом, а для того, чтобы продемонстрировать второй экран, который беспроводной, у меня он подключен к плате захвата и изображение с платы захвата идет на ПК и идет, соответственно, на второй монитор. То есть, это то, что сейчас отображается на втором мониторе. То есть, сейчас ничего не подключено и видна вот эта вот стандартная заставка. Miracast моду у меня уже, соответственно, включен. Для того, чтобы подключиться с ПК, на ПК должен быть Wi-Fi. Это обязательно, потому что, ну, беспроводной дисплей подключается именно по Wi-Fi. И если у вас его нету, вы можете купить самый дешевый переходник на Алиэкспресс. Это где-то пару баксов он стоит. Я вот брал от бренда Comfast. Без проблем он работает, своей задачей справляется. Пару баксов и, в общем-то, все, у вас на ПК теперь есть Wi-Fi. Как видно, здесь в подключениях у меня видно только мой роутер. Этого Anikast переходника не видно. И, в общем-то, он здесь отображаться не должен. Отображаться он будет вот здесь. То есть, заходим в боковую панель. Да, это у меня Windows 10, кто не понял. И выбираем здесь «Передавать на другой экран». Здесь сразу у нас настройки «Куда и как передавать». То есть, ну, расширить экран или повторяющийся экран, или только второй, только первый, как сейчас стоит экран. Ну, а также здесь есть такой параметр, как подключение к беспроводному дисплею. Нажимаем на него. Идет поиск. И сразу вот у меня обнаруживает мой дисплей LG, который проводом подключенный. И Anikast, этот переходник. Подключаемся к нему. И, в общем-то, все. Даже пароль вводить не надо. То есть, он подключается и так. Заставка у меня сменилась. Все дело в том, что она у меня расширилась, грубо говоря, на два экрана. Потому что сейчас идет именно расширение. Сейчас я это все покажу. И вот здесь сверху отображается то, что у нас есть подключение к Anikast. То, что подключен у нас беспроводной дисплей. Но вот это, собственно, картинка, которая отображается на втором экране. Здесь в быстрой панели этого подключения можно также отключиться. Можно зайти в настройки. Ну, и можно нажать на вот этот гвоздик, чтобы у нас эта панель сворачивалась. То есть, если нажать на гвоздик, она будет появляться только, когда я мышкой навожу в самый верх. Так она постоянно отображаться не будет. Так, ну и что касаемо расширения экрана. Вот он браузер. И просто беру его и перетягиваю на второй экран. И как видно, вот он на втором экране отображается. Можно это все увеличить, сделать на весь экран. И вот так все это выглядит. Сразу хочу заметить то, что здесь есть задержка. Задержка большая. То есть, именно задержка отображения. По факту ее нету. Ну, то есть, она есть, но она минимальная. Мне кажется, даже меньше, чем с телефона. Но когда я смотрю именно через эту программу. То есть, программу платы захвата. Здесь задержка есть сама по себе. К чему бы я не подключался. Так что, это задержка, зависящая не от этого переходника. Ну и здесь также можно включить какой-нибудь видосик. Сделать его на весь экран. Кстати, здесь гораздо меньше лагов, чем с телефона. Ну, по крайней мере, насколько это показалось мне. И все. Вот он на втором экране идет YouTube. Никаких лагов, никаких подвисаний. Картинка тоже достойная. То есть, без проблем на втором экране можно смотреть. То есть, это вот краски то, что сейчас отображается на нем. И можно, в общем-то, все это использовать. В общем, тут, как мне показалось, работает все гораздо лучше, гораздо шустрее, скажем так, чем это работало на телефоне. То есть, ну, опять же, на мой взгляд, это все нужно тестировать, более детально смотреть. Но вот на данном этапе мне кажется именно так. Также экран можно продублировать. Нажимаем сюда, заходим снова в «Передавать на экран» и выбираем здесь «Повторяющийся». И вот у нас дубляж. Все у нас продублировалось. То есть, сейчас на обоих экранах отображается то же самое. Из-за этого видно вот этот вот так называемый туннель. Ну, а задержка, повторяю, это у меня идет именно от платы захвата. Так, на самом деле, задержка не очень-то и большая. Так что вот такой вот небольшой и в то же время недорогой переходник способен на многое, как по мне. Да, есть нюансы, да, есть там местами лаги и так далее. Но в целом он выполняет реально крутую функцию за небольшие деньги. В общем, я лично доволен. Даже то, что я купил самый дешевый, не стал выбирать подороже. Я доволен и такому результату, который я получил. Ну и, соответственно, если это видео вам понравилось, тем более, если оно было для вас полезным, я жду ваш лайк, обязательно его поставьте. Ну, а для тех, кого этот переходник заинтересовал, ну и, в общем-то, переходники различные на VGA, на DVI и прочее, на Wi-Fi адаптер, все ссылки будут в описании под этим видео. Там же, соответственно, вы сможете посмотреть актуальную цену на сегодняшний день. Ну и, если она вас устроит, там же можно будет оформить заказ. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Если вы еще не поставили лайк, обязательно его поставьте. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Инстаграм. С вами был Игорь, канал Всекитай. Всем удачи и хорошего настроения. Пока!